МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса в студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Бои на окраинах Горловки. Местные жители сообщают о взрывах и перестрелках. Автоматные очереди раздаются и в районе Донецкого аэропорта, Луганского, Опытного, Песок и Спартака. На Луганщине ситуация относительно спокойная. Сообщают в штабе АТО правоохранители Донецкой области тем временем продолжают искать тайники с боеприпасами. Один из них силовики обнаружили накануне. На околице селища Велика Новосилка Донецкой области правоохранцы выявили у схованцей протитанковый гранатомет, две бойовые гранаты РГД-5, а также больше 800 набоев калибром 5,45 мм. Большой арсенал оружия нашли полицейские на блокпосту при въезде в Краматорск. Мужчина в легковом автомобиле пытался провести снайперскую винтовку, два гранатомета, автомат Калашникова, полтысячи патронов различного калибра и бронежилет. Чтобы прекратить нелегальный оборот оружия и наркотиков на блокпостах города, правоохранители усилили контроль. Совместно с военными более тщательно проверяют автотранспорт и грузы. В течение прошедшей ночи на блокпосту Краматорского отдела полиции было выявлено огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы к нему различных калибров, а также два гранатомета, которые перевозились в легковом автомобиле. В окрестностях Мариуполя сапёры продолжают разминировать территорию, сообщают в пресс-службе сектора М. Военные успокаивают. Звуки канонады, которые слышат жители города, не имеют отношения к обстрелам. Это утилизация боеприпасов. А в самом Мариуполе теперь ночами работают усиленные патрули, отряды полиции и нацгвардии на бронетехнике. Вместе с силовиками в рейд отправились и наши корреспонденты. Группа спецназа, участковые инспекторы, сотрудники уголовного розыска готовятся к ночному патрулированию, слушают ориентировку и короткий инструктаж и рассаживаются по бронемашинам. По Мариуполе отряды передвигаются на городских легкобронированных спартанах. На профессиональном языке правоохранителей это называется целевая отработка населённого пункта. Основные задачи – предупредить нарушение общественного порядка и тяжкие преступления. Люди спокойно должны двигаться и быть уверены, что они дойдут до своего дома. Не будет случая грабежа, разбоя, насилия, связанное с их жизнью и здоровьем. Шесть часов дежурства, много километров пешего маршрута. Патрулируют по квадратам. На отработку одного участка приблизительно полтора часа. Потом переезд на новое место. Особенное внимание к потенциальным нарушителям общественного порядка, нетрезвым людям. Не цензурно выражаться, извините. А тем более, находясь в пьяном виде в общественном месте, нарушаем. Мы уходим. Но нетрезвые люди пожилого возраста и сами могут стать жертвами преступлений. Во время ночного дежурства полицейские проверяют и водителей. Большинство из них к тщательному осмотру автомобилей относятся абсолютно нормально. Видите, ситуация тяжелая в стране сейчас. На дворе война. Все правильно. Должны быть проверки. Много разных непонятных людей может ездить. Пока оценивать эффективность бронепатрулей, руководство областной полиции не спешит. Слишком мало времени прошло с начала их работы. Но если опыт Мариуполя будет успешным, подобные проекты внедрят и в других городах Донецкой области. Татьяна Уралова, Александр Довыденко. Специально для телеканала «Донбасс». В Сватово теперь безопасно. Саперу закончили разминирование территории города. После того, как здесь взорвались военные склады, снаряды и опасные предметы обезвреживали в течение двух месяцев. Напомним, 29 октября в Сватово детонировало более трех тысяч тонн боеприпасов. Теперь, уверяют саперы, местные жители могут свободно передвигаться по городу и его окрестностям, не опасаясь за свою жизнь. Во время взрыва военных складов Сватова были повреждены более двух сотен жилых домов. Ремонтировать их в частном секторе сейчас помогают военные. Как продвигается работа, видела Виктория Ковалева. Бойцы Дорожно-комендантской роты военной службы правопорядка к ремонту кровли этого дома приступили сегодня утром. Завершить работы обещают уже к вечеру. Стараемся, стараемся. Все для людей. Пенсионерка Надежда Бессмертная вспоминает, когда начали взрываться снаряды на складах, семья не сразу разобралась в ситуации. У меня внучок маленький, ему 4 годика. Он говорит, бабушка, она что-то стукает в окошко. Я говорю, так кто стукает-то? Я говорю, мы не должны быть, тем более выходим, а вот это как раз, ровно напротив. Появилась так вспышечка? Нема. Мы думаем, это, наверное, тот, кто сфейверк. А тогда минута, что нет, фейверк уже не может быть. Пока семья пряталась в подвале, осколки снарядов изрешитили крышу дома. Со строиматериалами на восстановление помогли друзья. С ремонтом – военные. Крыша очень сильно текла вся по тот, тем более на дощи, дощи, дощи. Пятна по потолку, уже там, где можно листы железа, какие там тазики. Военные рассказывают, заявки на помощь с ремонтом рассматривают в городском совете. Там и не узнают, в чем нуждаются жители Сватова. Сейчас работают две бригады, тут одна и недалеко другая. Ну, зависит от фронта работы. Бывает такое, что и за один день, два дома что-то там сделаем. Кому-то там шибки поменять, кому-то это. Мирному населению здесь помогают бойцы 301-го дорожно-комендантского батальона. До этого военные несли службу на блокпостах. Мы все можем. Раз родина сказала, что нужно, будем работать. 135 домов сделали, а сколько шиферин? Бывало, что 6 шиферин, 10. Бывало, что тоже пів крыши перекрывали. Ну, дуже багато, всего не порахувати. Хозяйка дома нарекает, после пожара на складе боеприпасов, правнучка не хочет к ней приезжать. В ту страшную ночь двухлетний ребенок находился в доме. Пів третьего так, как бахнуло, все задрожало. И сразу потолок обвалился, и дитина же там спит. И в окна полетели в тюрь. И сразу, представьте, боже мой, я тут елі хожу, ну, схватилась, как вроде ничего и нема. Схватилась бігом туди, а воно так сидит у уголочку. Сразу наутро приїхала дочка, забрала оце мучку и правнучку, и кричит, бабушка, я до тебе більше не приїду, у тебе страшный салют. На восстановление жилья Раиса Ивановна получила единоразовую помощь. Однако признается, ее хватило только на замену одного окна. Покупка шифера обошлась пенсионерке почти 8 тысяч. В городском исполкоме утверждают, денег катастрофически не хватает. Из-за того, что трагические события в Сватово квалифицировали как чрезвычайное происшествие регионального уровня, основные затраты на восстановление легли на местный бюджет. А ему такую ношу не потянуть. Я предлагал, если кому-то не нравится называть зону свободной экономической, то назовите Сватово зону приоритетного развития. Это нам поможет и бюджету, и людям привлечь инвестиции. Мы же восстановимся, да? Зарабатывать деньги и отчислять немного по-другому. Еще одна пока нерешенная проблема в Сватово – дороги. После взрыва на военных складах ремонтировать их некому. Предприятие «Райавтодор» со всем оборудованием и имуществом полностью уничтожено снарядами. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, телеканал «Донбасс». На линии огня в Марьинке люди не перестают слышать стрельбу и продолжают бояться за жизнь своих детей. И так уже полтора года. В городе осталось около 6 тысяч мирных жителей. Продолжит Татьяна Блинова. В Марьинке жизнь будто остановилась. В городе повреждено более 800 домов, 160 из которых полностью разрушены. Люди грустные и поникшие. В основном здесь остались пенсионеры. Какое может быть настроение, если окон нет, дома разрушены? Какое настроение? 17-летняя Аня хлопочет по хозяйству. Девушка помогает матери присматривать за маленькой сестрой, парализованным дедушкой и бабушкой. Пока старики спят, нужно успеть накормить птицу. Мать ушла с гуманитарной помощью Рината Ахметова. Если бы не его помощь, вообще не знаю, люди бы в Марьинке, ну, выморли бы. Девушка с нетерпением ожидает возвращения матери. Бабушка делает сардины, она может котлеты сделать. Там с овсянки, например, оладушки. Бабушка может обыкнуть целую миску оладушков. Так я вам ее целую съесть. Настолько вкусно получается. Ну, еще я люблю кукурузную кашу. Я ее так обожаю. Оксана Мама Ани сама воспитывает двоих детей. Женщина каждый раз открывает пакет прямо на пункте выдачи. Напоры всегда нравились. Особенно у меня малые любят такую кашу. Самая маленькая всегда лезет в ушонку, достает. И достает всегда вонах с пашкетом. Всегда любит. Достает, показывает, что надо же его открывать. Местные жители порой голодают. Деньги брать негде, работы нет. Поэтому гуманитарная помощь Рената Ахметова для многих – возможность выжить. Для населения это, я думаю, на сегодняшний день единственное пропитание, потому что город безработный. Вы знаете, покинутый кем? Организациями, предприятиями. Люди тут все время чувствуют, что они под прицелом. Оксана показывает пулю, которая вчера попала в их дом. По стенкам. Вон вчера застряла пуля. Вон она возлюбила стерчить. По дверям, по окнам пришлось окном отменять. Потому что уже стекол не было вообще. Тишка счастливчик. Он единственный индюк, выживший во время обстрелов, вспоминает Оксана. Дети штук было. В конце августа, на успение было, когда праздник большой, стреляли сильно. Мама выбежала их собирать. И разрывная пуля возле ноги разорвалась и ранила ее. Потом кое-как она их закинула в загородку. Они сели наверх. А вот этот один остался. Тех поубивало. Один вот этот уцелел. Тишка. На расстоянии менее километра от этого дома продолжаются боевые действия. К выстрелам мирные жители тут почти привыкли. Они научились ценить мир. Плохо, что не ценили мир до этого. Сейчас это самое главное. Думаете, не ценили? Я думаю, так нет. Как сейчас. В Маринке сегодня проживают около 6 тысяч людей. За время работы гуманитарного штаба Рината Ахметова нуждающиеся жители города получили более 13 тысяч наборов выживания. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Евгений Якунин, Телеканал Донбасс. В Запорожье мужчину застрелили просто на улице. Жертва с огнестрельными ранениями едва смогла добраться до ближайшего магазина, чтобы попросить о помощи. Но медики помочь мужчине не успели. С места событий репортаж Олега Бритекина. Около пяти вечера в этот магазин зашел окровавленный человек. Свидетели рассказывают, он прошел несколько шагов и упал. Продавцы пытались помочь, но бесполезно. Позже выяснилось, мужчина погиб от огнестрельных ранений. Его личность установили. Это житель Запорожья. Ему 35 лет. Расстреляли мужчину на улице, но преступников никто не видел. Продавцы магазинов говорят, слышали звуки выстрелов, но не придали этому значения. Я слышала, да, я рядом в киоске работаю. И что было? Я слышала, как три, как будто петарда взорвалась. Это было такое, да, петарды. Как раз перед этим был выстрел вот там вот. Там праздник какой-то был, да? Кого? Ну, держишься. Вот, я тоже не знаю, ну, я в этом ни в чем не разбираюсь. Это как бы, ну, петарды, петарды, да, вот такие вот малыши страдают. До поздней ночи на месте событий работали криминалисты и кинологи, но следов убийцы так и не нашли. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Олег Притыкин, специально для телеканала «Донбасс». Работать хоть до ночи, но бюджет принять. Верховная Рада решительно настроена утвердить главную смету страны. Трудиться депутатам приходится под аккомпанемент протестов. Сегодня в парламент пытались попасть уже возмущенные фермеры. До драки не дошло, но с правоохранителями аграрии потолкались. Побросали в стражи порядка траурные венки, а у входа в Раду поставили гроб с мертвой свиньей. Так митингующие выразили свой протест. Говорят, предложенные депутатами изменения в налоговом кодексе – крах для среднего и малого бизнеса. В профильном комитете парламента уверяют, все изменения и предложения с предпринимателями обсуждали. Не согласны с новыми правками и некоторые депутаты. Если убитий спецрежим, то маленькие фермеры за этот год загинут. И их землю просто скуплять больше великой. И поэтому это просто рейдерство по захоплению земель. До этого времени не было понятно, что и с прощенцами. Первая и вторая группа осталась полностью. Третя изменилась только обсяг речного обороту до 5 миллионов. На 1% только поднята ставка. Сбережена четвертая группа. Вправдь, незначительно сближился размер этого платежа. Но очень много пунктов погодено СГЭ-выродниками. Также в новой редакции кодекса предлагается увеличить акциз на алкоголь и табак, поднять предельную ставку налога на недвижимое имущество до 3% от размера минимальной заработной платы. Предлагается изменить и расчет налога на транспорт. Со следующего года это коснется автомобилей стоимостью свыше миллиона гривен и которым не более пяти лет. Учтут марку авто, модель, тип и объем двигателя, тип коробки передач и пробег машины. Консультации по поводу законопроекта продолжались и после обеда. Ближе к вечеру налоговые изменения были приняты. Теперь народным избранникам предстоит найти компромисс и в принятии бюджета Украины на 2016 год. Пока документ не будет принят, депутаты сегодня не разойдутся. Ольга Петрова, телеканал Датбасс. 62% украинцев признались. Наступление 2016 года планируют отпраздновать гораздо скромнее, чем 2015. Гулять по-барски этой зимой намерен каждый пятый опрошенный. И только 1% респондентов готовы потратить больше, чем когда-либо прежде. В среднем на новогодний стол украинская семья откладывает 500 гривен. Почти столько же планируют отдать на елку, детские утренники и кафе. Украинцы на Новый год остались без традиционной иронии судьбы. Фильм, который сопровождал зимние праздники десятки лет, не покажут из-за одной из героинь. Подробности этой истории у Оксаны Виленте. Вы считаете меня легкомысленной? Поживем и видим. На постсоветском пространстве фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» был такой же неотъемлемой составляющей Нового года, как и салат Оливье, мандарины и шампанское. И вот накануне 2016-го, да еще и в 40-летний юбилей картины, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания эту традицию прервал. Показывать иронию телеканалам больше не разрешается. Под запрет попал не фильм, только одна актриса. Валентину Талызину в Украине внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности. В легендарном фильме Лия Ахиджакова и Валентина Талызина сыграли подруг. Впрочем, события в Крыму и на востоке Украины развели их по разные стороны баррикад. В то время как Ахиджакова подписала письмо за свободу Украины, Талызина расписалась в противоположном обращении – поддержку Путина. Именно из-за этого актриса и попала в запрещенный список Минкульта Украины. А это уже повлекло за собой запрет и всей ни в чем не повинной иронии судьбы. Тем временем Талызина уже прокомментировала это событие. Мне наплевать на все это, на всю Украину. А что мне делать? Пусть они останутся без комедии. Они уже без многих фильмов остались. Сейчас в новогодних телепрограммах главных телеканалов страны «Ирония судьбы» действительно не запланирована. И юристы находят этому объяснение. Трансляция фильма с участием лиц из черного списка грозит строгим наказанием. За это предпочены санкции, а именно или избавление лицензии телеканала, или штраф, или даже ликвидация и вообще арешт майна данного телеканала. Украинцы к снятию из новогоднего телеэфира культовой картины отнеслись по-разному. Одни расстроились. Хорошо, но Рязанов, при чем здесь Рязанов? Я Рязанова очень люблю и я против. Жаль, конечно. Жаль. Всегда смотрим. Я считаю, что это разные вещи. Политика и кино – это разные вообще вещи. Другие, наоборот, верят, что им наконец-то покажут что-то новенькое. Положительно, только положительно. Пора нам уже украинское свое показывать. Ой, замечательно. Такую же оскомину набило. Просто уже невозможно. Давайте что-то новое. Но большинство никаких проблем в запрете «Иронии судьбы» не видит. Просто потому, что знают множество других способов посмотреть любимый фильм. Если есть запрет, то мы его найдем в интернете, в ютубе. Больше запрете, больше интереса. Оксана Вилента, Александр Максименко. Специально для телеканала «Донбасс». На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей «Донбасса». Берегите себя и близких. Берегите себя и близких.